Крепко держать ракетку и уверенно бить по мячу. Акмарал Касанова занимается настольным теннисом уже 7 лет. Рассказывает, сначала играла просто за компанию, а потом увлеклась серьезно. Сегодня Акмарал – одна из лучших спортсменок в своем техникуме. Стать первой ракеткой ей помогли маленькие женские хитрости. Когда подаешь, ты смотришь на один угол. Естественно, соперник думает, что шарик придет на тот угол. И как бы настраивается уже, как бы массу тела поворачивает туда. И тут бац, на другой угол. И у него, естественно, это все быстро не может сформироваться, и он ошибается. А вот Артур Сулейманов к делу подходит по-мужски. Говорит, в игре нужно не обороняться, а атаковать самому. Именно решительная напористость, говорит спортсмен, помогает победить. Я всегда нападаю. Я разным спортом занимаюсь. То есть футбол, хоккей всегда везде нападающий. Мне нравится борьба, и когда нападаю, я себя чувствую выше этого игрока. Здесь все, как на серьезных состязаниях. Пары женские и мужские. Всего в турнире участвуют шесть команд, в каждой по пять человек. Здесь только лучшие теннисисты района. Но взять в руки ракетку и встать за стол может каждый, утверждают спортсмены. Главное – желание. А необходимые навыки, реакция, ловкость и координация сформируются в процессе. На районных соревнованиях в первую очередь оценивали качество игры. Хорошая игра, когда два соперника друг другу достойно сопротивляются. Вот это хорошая игра. И честная спортивная игра, без эксцессов. А то бывает, нервы сдают, начинают ракетку уже. Некоторые не сдерживают. Потому что психологически очень напряжение. Вот самая хорошая игра считается, когда человек до конца борется. Даже если он прыгает, но он до конца борется. Вот это хорошее. В соревновании по настольному теннису – первый этап большой районной спартакиады. В ближайшее время студентам советского района предстоит проявить себя в мини-футболе, волейболе, стритболе и легкой атлетике. Алина Чемерев, Станислав Левин. События.